Прежде чем нам с вами пытаться проводить сравнительный анализ по каким-то вероучительным и, может быть, духовно-нравственным вопросам между православием, протестантизмом и католицизмом, да, я думаю, что нам с вами нужно поговорить о проблеме, к сожалению, проблеме, хотя это звучит парадоксально, по проблеме Церкви. Кажется, то, что не должно бы являться проблемой, оказывается, является проблемой. Ну, что тут сделаешь? Это сущие искушения. Но, действительно, это стало проблемой. Не сразу, постепенно, хотя довольно, довольно, я скажу, быстро. Если мы обратимся к истории Церкви, то увидим, что уже первые еретические движения, особенно гностицизм, например, да, и расколы, которые возникли в связи, например, первые, помните расколы, в связи с чем они возникли, в связи с принятием отпадших во время гонений, да, эти вопросы, то есть этот вопрос о Церкви уже стал достаточно остро. Где границы Церкви? Как возможен прием тех, которые выходят из этих отколовшихся групп в Церковь? Что делать? Были они ли вне Церкви? Оставалась ли какая-то связь с Церковью? И в соответствии с этим, или они были совсем вне Церкви, в соответствии с этим, как их принимать в каноническое общение, в евхаристическое общение? Это вопросы, которые, еще раз повторяю, возникли уже в глубокой древности, уже, если хотите, во II-III веках. Хотя в определенном смысле уже мы видим постановку этого вопроса, даже в послании к Коринфянам, когда апостол Павел уже одного из, будем говорить, грешников, уже, ну, отлучает от евхаристического общения и предает сатане во измождение плоти. Итак, вот вопрос. Вопрос приема, приема в Церковь. Он с чем связан? С границами Церкви. Где Церковь кончается? Где начинается – всем ясно. Более-менее всем ясно. То есть, ну, конечно, всем ясно. Хотя, правда, и здесь тоже самое есть некоторые вопросы. Начинается ли Церковь с явлением, с Богоявлением самого Господа Иисуса Христа, как некоторые считают, поскольку Господь сказал, что Церковь – это Его тело, апостол пишет. Или же Церковь начинается в Пятидесятнице, когда оживотворяется это Духом Святым. Ну, как вы знаете, что, в общем-то, большинство не только склоняется к мнению, а, можно сказать, это церковная точка зрения, что Церковь, начало бытия Церкви – это явление Духа Святого. Это Пятидесятница. Вот так. Но весь вопрос о границах Церкви. Что она из Церкви представляет? Где ее граница? По каким критериям мы можем судить? Это вопрос, который особенно остро встал после того, когда Западная Церковь откололась от Восточной, когда произошел Великий Раскол. Ведь дело в том, что по истории вы же знаете, что, хотя формально там в 1054 году там легаты, тут патриарх, да, предали, так сказать, анафеме и так далее, но общение-то все равно уже продолжалось. Общение, ну, не между Константинополем и Римом, а там, где общались между собой и даже епископы, не говоря уже о священниках и христианах. Постепенно уже произошло это расчленение, расхождение. Постепенно образовалась та пропасть, которая оказалась впоследствии, ну, просто уже радикально разделяющей эти две реальности нашего христианского мира. И вот тут, особенно с большой остротой, стал вопрос о границе Церкви. Ну, прежде всего, что стоит сказать, на что обратить внимание? Первое и непростое – это, конечно, вопрос о понимании Церкви. Вы помните, что по катехизмам, догматическим богословиям, и потом по Хомякову, который я вам цитировал, что есть, так сказать, ну, я боюсь сказать, что два понимания Церкви, но, по крайней мере, два существенных акцента в понимании Церкви. Такие акценты, которые существенно меняют представление о Церкви. Одно из этих пониманий, которое связывает понятие о Церкви, очень связывает, я бы сказал, ну, можно сказать, безусловно связывает понятие Церкви с внешне видимой канонической жизнью Церкви, безусловно связывает. И другое понятие о Церкви, которое, признавая необходимость канонического устройства Церкви и принадлежность к ней через соответствующие правила, в то же время считает, что Церковь, Церковь, как тело Христово, не совпадает с каноническими границами Церкви. Вот здесь вот, вот в этом вся, если хотите, сложность этой проблемы. Ну, что она не совпадает, как мы это понимаем? Обращаю опять ваше внимание к тому, что вам уже давно известно. Хомяков, может быть, не совсем он корректно сформулировал, но словесно, но выразил очень точно, точно саму идею Церкви. Я не хочу повторять его определение, а хочу сказать, выразить, ну, как мне кажется, может быть, более правильным языком эту идею. Что есть Церковь? Церковь, конечно же, это же есть единство в Духе Святом всех тех верующих, которые искренне стремятся жить по Евангелию. И таким образом приобщаются приобщаются к божественному организму, телу Христову. Вот, в конце концов, что есть Церковь. Я не знаю, можно ли против такого определения что-либо сказать. Именно это единство в Духе Святом. Там, где нет Духа Святого, ни о какой Церкви речи просто не может идти. Ясно, что это единство, опять повторяю, в Духе Святом. Кого? Кого же это единство? Конечно, тех, которые искренне стремятся жить по Евангелию. У кого этого нет? О каком Духе Святому? О каком причастии Духу Святому можно говорить? Не правда ли? И совершенно очевидно, что именно только эти люди, только эти люди, которые своей жизнью, своим следованием Евангелию, так, эти люди приобщаются Духу Святому. И таким образом становятся истинными членами Церкви. Но в то же время, вот в связи с этим, с этим пониманием Церкви, которое, еще раз говорю, едва ли вызывает сомнения, так, в связи с этим пониманием Церкви, мы должны поговорить о соотнесении этого понимания с каноническим пониманием Церкви. Если мы обратимся к тем определениям Церкви, которые мы находим в наших догматических и катехизических пособиях, то мы видим, там акцент делается не на этом. Видите, тут единство в Духе Святом. И через это приобщение к Церкви, и таким образом приобщение и к канонической Церкви, естественно. В этих же определениях акцент делается на другом. Все они с чего начинают? Церковь есть общество людей. Вы понимаете, в чем дело? То есть главным признаком указа – это общество людей, общество объединенных. И дальше начинается. Вероучением – все это справедливо. Вероучением. Правда, не говорится, а очень важно. Самое главное, по-моему, и не говорится. Духовно-нравственными принципами жизни. Это же в высшей степени важно. Потому что принимая вероучение, но не разделяя духовных принципов жизни, можно приводить Церковь в злейшее, поместную Церковь, в злейшее еретическое общество со всеми абсолютно правильными догматическими истинами. Понимаете? Абсолютно правильное догматическое учение при искажении духовных основ жизни эта Церковь, эта община может превратиться в абсолютно еретическое, а лучше сказать, даже не еретическое, прелестное общество. И никакого проку, никакой Церкви уже здесь не будет. А что это возможно? В этом нет сомнений. В этом нет никаких сомнений. Что вы? Это очень легко. Право верие еще не есть право славия. Это нужно запомнить. Так вот, в каком же соотношении между собою находится вот это первое понимание Церкви с Церковью, как понимаем, как общество людей? Видите, в чем интересный какой момент присутствует? Ведь, когда говорим о Церкви как обществе верующих людей, то какой мы привносим сюда такой элемент, вызывающий ну, всегда некоторые, ну, и сомнения, и недоумения. Ведь кто принадлежит Церкви при таком определении? Любой крещеный и не анафематствованный. Просто не анафематствованный. Ну, хорошо, лев толстой анафематствованный. Так, все понятно. Не член Церкви. А сколько таких толстых? И толстых, и тонких? Для которых абсолютно нет ни до какого дела до Церкви? Которые вообще, так сказать, не знаю, когда они, может быть, когда их только принесут уже Церковь православную. Это одно. Второе. Кто самые значительные люди в обществе в этом, в обществе? Это патриарх, епископы. Это люди с какими-то там богословами какие-нибудь там известные. Не богословы, конечно. Так. То есть, это кто такой? Первосвященники, архиереи, священники, книжники и фарисеи. Вот. Вот кто. Вот, если обратиться к языку Нового Завета. Вот, оказывается, когда мы делаем акцент на этом, то мы возвращаемся прямо к такой реальности, которая невольно нас заставляет вздрогнуть. То ли мы думаем, так ли это. Потому что мы помним православные, вы слышите? Нет, правоверные распяли Христа. Правоверные. Вот кто его распял. Оказывается, видите, возможно, возможно, при правоверии оказаться совершенно неправославным. Это произошло вот с иудейской элитой. И в этом громадная опасность. Поэтому я вот всегда с таким положительным, если хотите, чувством говорю о хомяковском определении церкви. У него там единство Божьей благодати. Правда. Верная же мысль. Вот оно, где церковь. Но за этой верной мыслью кроется и определенная опасность. Какого рода? Какого рода? Совершенно понятного. Не отрицается ли этим, или легко можно отвергнуть церковь как структуру, как вот это внешнее видимое общество, как каноническое единство. А оно тоже необходимо. Надо же помнить, что церковь как тело Христово, я говорю о первом понимании, где оно присутствует? Оно присутствует именно вот в этой канонической церкви, где есть люди почти неверующие, может, даже неверующие, только не анафематствованные. Понимаете, в чем дело? В канонической церкви чем она важна? Сохраняется, сохраняется вера учения, Слово Божие, то есть Библия, Священное Писание. В канонической церкви мы можем найти примеры правильной жизни, мы можем найти то, что именуем священным преданием. То есть, в канонической церкви существует это вот тело Христово. Здесь возможно рождение через Таинство Крещения, через веру и Крещение. Здесь возможно возрастание, здесь возможно вхождение в тело Церкви, в тело Христово Церкви. Понимаете, какая вещь? Вот какая взаимосвязь. Это очень, очень важно это иметь в виду. Но вот в связи с этим-то и возникает сложность. по каким же критериям мы можем судить о том, в какой же христианской общине будем говорить так. В православной, в той или иной общине, которую мы называем поместными православными церквами. В католической, в которой там также можно масса поместных церквей, понимаете, французской, германской, австрийской. Да. В протестантских или общинах во всех их исповедуется вера во Христа. Во всех их священное Писание остается, как кажется, незыблемым фундаментом для утверждения в своей вере. Во всех их или все они из себя представляют общество людей объединенных. Тем, 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 тем. И многие из этих элементов при при общности понятия они оказываются общей формулировки едиными. Таинство. Пожалуйста. Иерархия. Пожалуйста. Католическая церковь и православная. Правда? Там, священноначалие. Дисциплина церковная. Вся суть начинается, когда мы начинаем разбирать, какая иерархия, каково апостольское преемство, каково вероучение, и так далее. Вот, друзья мои, в чем, значит, первое – это сложность. Я вам хочу показать сложность решения проблемы о границах церкви. Этот вопрос уже беспокоил в первые века. Он был рассмотрен, если хотите, если хотите, как-то не только изложен, но и даны по нему некоторые ответы серьезные, даже у Василия Великого в первом послании к Амфилохию. В послании к Амфилохию он уже рассматривает этот вопрос. Так, этот вопрос рассматривался, изучался, и по нему мы видим разные ответы в нашей русской, богословской и религиозно-философской мысли. Хочу сказать, что во всех вот этих точках зрения, о которых мы с вами будем говорить, и я попытаюсь вам их представить, изложить, мы видим один общий момент. Внимание здесь обращено на вероучение и дисциплину церковную. Потому что вероучение, оно связано с чем? Если отступление в вероучение, то мы тут уже начинаем искать ересь. И они и находим даже. Нарушение дисциплины приводит к расколам. и то, и другое опять-таки ставит нас перед лицом границ церкви. На это обращается внимание. Но найдете ли вы или нет, найдете ли вы где-нибудь постановку вопроса о том, чтобы первичным и важнейшим положением, при котором должно учитываться, должно учитываться ну, самое главное в решении проблемы церкви? Это основы и принципы духовной жизни. Я, по-моему, не встречал этого. Это паразитное дело. Вы знаете, это действительно просто что-то такое таинственное и непостижимое. Ведь все мы прекрасно понимаем, все, что вероучение как таковое, уж во всех, ну, не во всех, а в каких-то, ну, значительных, по крайней мере, значительном объеме, оно доступно людям только образованным богословским. Богословам. Массе верующих людей, то есть, это 90, я не знаю, с кем там, сколько процентов, их знания о вероучении самые ничтожные, очень небольшое. Помните рассказ Мельникова и Печерского? Приехал молодой там священник, горячий, проповедник и на Троицу проповедует со всем азартом, пылом своей души о Троице. Объясняет, что такое Троица. Прямо перед ним стоит огромный мужик Фома. Фома. И вот священник, наконец, кончил. Ну, Фома, понял, к нему обращают при всем народе? Фома, понял. Отвечай, что такое Троица? Христос, Богородица и Микола. Представляете, что было с бедным нашим проповедником? Он аж подскочил на обмоне. Ах ты, невежда! И начался еще больше уже не только ревностью, но и яростью проповедовать. Наконец, закончил свою тираду, выдохся и говорит, теперь ты понял, Фома, или нет? Понял. Отвечай, Богородица, Микола и Христос. Все, с проповедником плохо. А ведь Фома-то православнейший человек. Вы не подумайте. Он и исповедуется, и причащается, он уходит в храм. Правда, при всем своем православии, там же, помните, тоже приводит пример какой, как однажды священник Викторович шум у дверей храма. Невероятнейший шум. Крики, шум, что-то такое, чуть не драка. Что же там? Там мужик привез в воз сено и требует открыть двери храма, чтобы... Я обещал Миколе привезти в воз сено за то, что он помог мне вот там-то и там-то. Открывайте двери, я сейчас к Миколе прямо к иконе подвезу в воз сено. Ну, что тут будет? А тут какие-то стали на его пути. Нельзя в храм везти сено, с лошади забираться сюда. Ах, ты бессовестный! Чуть не до драки. народные верования. Вот скажи теперь. Хорошо. Фома никак не мог понять, какой там Бог-отец, Бог-сын, Дух Святой. У него есть свое. Христос, Богородица и Микола. Троица совершенно ясная и безупречная. Конечно, Мельников-Петчарский тот подтрунил. Ну, как же, без этого же неинтересно читать будет. Но по существу действительно люди, которые незнакомы с богословием, со школой, с обучением, они имеют представление о вероучении самое слабое, самое поверхностное. Чуть-чуть, совсем немного. Более того, например, в истории церкви мы встречаем даже такие вещи, даже такие вещи, которые вы, наверное, помните. Трое вас, трое нас, помилуй нас. Вот все их знания. И они рассматриваются как великие подвижники, как угодившие Богу, как святые. Не правда ли странно? Очень важно, друзья мои, понять это. Мы придаем преувеличенное значение знанию деталей веры. Причем, как правило, многие из этих деталей являются уже теми вопросами, которые связаны с богословско-философским уже осмыслением их, которые прямо даже подчас и не следуют из божественного откровения. Это есть попытки проникнуть в суть божества. Ты, Господи, закрываешь от нас? Нет, а мы посмотрим. Ну-ка, дай-ка, Господи, повернись вот тут, и мы сейчас выясним, что там на престоле происходит, как там меняются атомы и молекулы. Действительно превращается в твое, в твое прям биологическое тело и в твою биологическую кровь. И мы это едим. Или что там другое? Начинаем, начинаем исследовать вот эти вот вещи. Недаром Ирине Ильонский писал, злоба иеретиков заставляет нас рассматривать те вопросы, о которых надо бы молчать. Его мысли. О которых только надо молчать. Злоба иеретиков. Что такое злоба иеретиков? Вот это любопытство, вот эта попытка узнать, пошевелить, расковырять. А что там? А вот это? То есть, что это движет человека? Обратите внимание на суть дела. Человека интересует не спасение, вы слышите? А любопытство. Когда кто тонет, будет ли он, будет ли он, говоря о спасении, рассматривать, а какая там лодка за мной подойдет? А из чего она сделана? А кто ее сделал? А когда она сделана? А кто там в ней? За соломинку готов ухватиться. Малейшая небольшая палочка, и она может оказаться у нее спасительной. Только богословы от преизбытка любопытства и отсутствия ощущения своей гибельности, своего духовного состояния бросились вот в эти вот науки. Недаром апостол предупреждал, чтобы не увлекаться пустой философией, а превращается, сходится именно к этому. Так вот, для меня, что важно, друзья мои, суть христианской веры, православное понимание состоит в чем? В правильной религиозной жизни. Вы слышите? В правильной религиозной жизни. В правильной духовной жизни. Вероучение, вероучение, это это лишь то, что должно помочь нам правильной духовной жизнью. И больше ничего. Все, что дальше, это уже помеха. Отвлекает нашу мысль, отвлекает душу. Ты вообще не о том, говорит, человек утопает, а он начнет тут еще рассуждать. Ну и буль-буль пойдет ко дну. Это и происходит. И идут ко дну. И вот представляете, в истории обсуждения вопроса о границах церкви на этот пункт, так, на это я не знаю, обращалось ли когда-либо внимание. Если обращается, то так, как нечто второстепенное, несущественное. Да, говорят, святой жизни нужна. Ну, что такое святая жизнь, когда мы говорим о церкви, когда все грешные? И где тут найти? Где тут найти? Какая она? Святая или грешная, если судить по состоянию, по состоянию ее членов? Так? Все внимание обращается, повторяю, на верность вероучения и верность или сохранение дисциплины церковной. С этой точки зрения пытаются рассмотреть вопрос о границах церкви. Мне вот так кажется, это, конечно, когда кажется, надо, вы знаете, что делать, конечно. Ну, тут не церковь, поэтому уж, ладно, уж так и быть, я потом перекрещусь там в церковь. Мне кажется, по этой причине мы не можем, во-первых, правильно подойти к этому вопросу. Во-вторых, не можем найти подлинного критерия. Не находим. Заходим в тупик. На этом пути нет возможности разрешить этот вопрос. И вот история рассмотрения этого вопроса покажет нам, что действительно мы заходим в тупик. Мы не знаем, не знаем, где оно тут, где начинается церковь, где кончается церковь, а начинается не церковь. Где эта зона? Граница ли строгая? Какая-то широкая зона? Разные есть точки зрения. Есть радикальные решения, есть более, я бы сказал, мягкие, где целая широкая зона, как полутень, дается. но не дает разрешение этого вопроса. Мне кажется, разрешение возможно вот только вот на почве изучения основ, принципов духовной жизни. Здесь, я вам скажу, открываются очень интересные перспективы, и, мне кажется, довольно серьезно проступает возможность правильной оценки того, какова эта христианская община, в какой степени она является церковью. Окончательное решение, правда, трудно, трудно найти, но большие возможности здесь, как мне кажется. Вот так. Хорошо, друзья, это вот тот момент, который мне хотелось вам отметить, прежде чем приступить к изложению уже определенных идей, которые были высказаны нашими богословами. богословами. Ну, прежде скажу, что все наши богословы, в общем-то, все, кто занимался этим вопросом, по крайней мере, большинство, апеллируют все-таки к посланию Василия Великого к Амфилохию. Потому что это послание его одно из самых таких прямых постановок вопроса. И неудивительно поэтому, что здесь Василий Великий является тем, на кого пытаются все опереться. Это послание, не знаю, вы, может быть, знаете, или у меня его нет с собой, я его не брал, но я думаю, что вы представляете, о чем идет речь. Там Василий Великий рассматривает все отделившиеся от канонической церкви общества на три разряда. Еретические, раскольнические и сборища самочинные. Три категории у него есть. Три категории. Ну, вы знаете, вот в отношении понимания даже еретических, еретических, у него был смысл термина в его время и сейчас не совпадают. Не совпадают. В чем дело? В его время еще не было таких крупных конфессий, как сейчас, как католицизм, с такими серьезными положениями веры, которые не совпадают с православием, еретическими. Он фактически называет гностиков, у которых, можно сказать, ничего уже христианского и не было. Ничего не было. Ну, говорили там Христос, там ангелы, Бог, но по существу это были не христианские совсем или совершенно псевдо-христианские секты. То есть, это было уже, видите, еретическими, что он называл. Фактически не христианские вот эти образования. Гностика. Там ничего христианского почти не было. Вот. В отношении следующей категории, когда он пишет «расколы», то, по-видимому, судя по контексту той эпохи, это как раз то, что в наше время именуется ересью. Учение о римском первосвященнике – это ересь. Ну, ересь – понятно, по какой причине. Христос отверг земное царство, а Папа Римский напротив его утверждает. Вот что такое. И, наконец, самочинное сборище – это, по-видимому, то, что мы называем расколами. То есть, когда происходит отделение по дисциплинарным причинам. видите, другая, я бы сказал, система оценки. Так вот, что Василий Великий, как он мыслит в отношении этих образований. первых еретических, теперь мы понимаем, что такое называют еретическими, то есть, нехристианские. Он говорит, что здесь они совершенно от церкви отверглись, и ничего тут церковного нет. Они просто вне церкви. Как любое, мы сейчас скажем, иноверие, оно вне церкви. Никакой связи не только с канонической церковью, но никакой связи даже и с вероучением церковным нет. И вот таковых он советует принимать, если они обращаются, то только через крещение. Поскольку они никакого крещения не получили и никакого рождения в церкви у них нет. В отношении следующей ступени раскола вот здесь он уже предлагает другое. Он говорит, что прежде бывшим отцам таковых принимать можно не через крещение. То есть крещение уже он не считает необходимым, необходимым. Этому предшествовали долгие дискуссии. Сейчас сама по себе тема, можно было бы нам с вами поговорить, но много времени не займет об истории этих споров. Когда, например, в Карфагене, в Александрии были соборы, как Папа Стефан решительно восставал против решений тех соборов. В общем, в конце концов на Востоке восторжествовала та точка зрения в конце потом уже, в конце концов, это позднее уже, когда стали перекрещивать и этих людей. По истории, если мы посмотрим, что в конечном счете на Востоке, особенно после отпадения, стали крестить латинин даже, латинин, стали перекрещивать. И эта практика остается до настоящего времени. У нас на Руси немножко другое. Сначала мы приняли это же самое, это же самое приняли, я могу даже назвать кое-какие, кое-какие даже соборы. Например, Константинопольский собор 1484 года определил латинин принимать через миропомазание уже. А через 300 лет определяет перекрещивание Константинопольский собор 1755 года. Через перекрещивание. У нас, интересно, на Руси с 15 века сначала перекрещивание потом, в 17 веке на соборе 1657 года, 57 года, признал крещение латинин, признал крещение латинин, но не лютеран и кальвинисты, а уже через 10 лет, а уже через 10 лет, в 67 году, так, стал принимать латинин через миропомазание. Но знаете, что любопытно произошло? В Киеве, вообще, в Малороссии, под влиянием, ну, идей Западной Церкви, там сохранилась практика, несмотря на постановление даже греческих соборов, вот я вам сказал даже, начиная с 18 века, там только через перекрещивание латинин принимали, практика принимать без перекрещивания и даже без миропомазания католиков. И вот эта вот практика, она постепенно проникла и сюда, без каких-либо соборов. И в результате католиков стали принимать в сущем сане даже, не говорю мирян, без перекрещивания, без миропомазания, а только через покаяние. Вот видите, какова, так сказать, практика, как она менялась в истории. Это, кстати, очень важный момент, который нам с вами придется обсудить. Так вот, видите, Василий Великий уже тогда вот заложил, если хотите, основы, и, как он говорит, прежде бывшим отцам, он апеллирует к прежде бывшим даже отцам. Представляете? Да. Еретиков принимать через перекрещивание, а вот последующих, да, принимать через покаяние. что в истории нашло себе, так сказать, место. И в истории, как уже вот я вам сказал, уже, так сказать, мы видим разную практику. кстати, интересно, вот то, что мы говорим раскольники по Василию Великому. Оказывается, раскольники, отделившиеся от церкви, у раскольников, крещение их, Василий Веке пишет, «яко еще не чуждах церкви угодно было приимати». Первых крестить, вторых вот этих приимати. Раскольников? Ну, каких раскольников? Я говорю, это уже еретики по современной терминологии. Это очень любопытно. А вот инославные общества, то есть самочинные сборища или раскольники, они принимаются то, что мы сейчас называем третьим чином, то есть через покаяние. Ну, вы знаете эти три чина, да? Первый чин через крещение, второй чин через миропомазание, третий чин через покаяние. Вот эти три чина. Они в канонической практике церкви так и остаются. Остаются у нас. Что эта практика, о чем она говорит? Вот в чем вопрос. Ну, когда через крещение, совершенно очевидно. Эта практика свидетельствует о том, что данный человек находился полностью вне церкви. А вот последующая практика, вот тут и вызывает вопрос. Крещение принимать, но миропомазать. Например, лютеран. Если касаясь вот нашей действительности, так, крещение, значит, принимать. Миропомазание, поскольку не совершается у них, они не считают это за таинство, так, то, следовательно, нужно его совершить. Знаете, в чем сложность этой проблемы? Вы понимаете, таинство есть нечто иное, как функция церкви. Это же функция церкви. Нельзя же в красном уголке кто-то такой возьмет, соберемся все вместе, кого-то окрестит или миропомажет. Это функция церкви. Это возможно только в церкви и никак иначе. Другого просто нет. Вне церкви не может быть таинств. Так? Если мы этот тезис принимаем, подумайте только, если мы принимаем этот тезис, что таинства возможны только в церкви, что отсюда следует тогда? Если мы принимаем отсюда, что крещение в какой-то церкви действительно, следовательно, это церковь. следовательно, это церковь. Значит, когда мы принимаем католиков только через покаяние, то есть отречение от заблуждения и все, значит, мы принимаем, что и крещение, и миропомазание как таковые – это действительные таинства и следовательно, следовательно, это церковь. Потому что, повторяю еще раз, таинство есть функция церкви. Вот в этом-то здесь я вам скажу и сложность, сложность и запутанность. Есть одно решение, решение, на котором настаивал Хомяков Алексей Степанович. Ну, вы понимаете, что за авторитет. Кто он такой? Он семинарий кончал? Нет. Даже семинарий не кончал. Что за авторитет? Но его точку зрения очень ревностно защищал Антоний Храповицкий в последствии глава Зарубежной Церкви. Его точку зрения отстаивал в переписке с Гардинером сейчас скажу, Иларион Троицкий, тогда еще архимандрит и инспектор нашей Академии. Гардинер это секретарь комиссии по подготовке Всемирной Христианской Конференции по Единению. Это в десятых в десятых годах второй половине десятых годов двадцатого века. Видите? Вот. Эта точка зрения предлагает решение. Но насколько оно удовлетворительно или нет, это вопрос другой. об этом мы с вами поговорим. Сейчас я просто хочу вам сказать, что всю совокупность взглядов на этот сложный вопрос можно разделить на три группы. Называть их можно, если хотите, по-разному. Я вот их назвал вот таким образом. Первый взгляд экуменический. Второй ортодоксальный. Я побоялся сказать православный. Специально употребил это слово ортодоксальный. Ортодоксальный, вы понимаете, может быть, и любая религия, и любое направление. То есть, правоверное строго, строго-пристрого. В какой степени оно в этом православное, это вопрос другой. Второе направление ортодоксальное. И, наконец, третье пришлось назвать историко-каноническое, как кажется, относящиеся соответствующие именно исторической практике подхода к этому вопросу. Чем характеризуется первое направление, экуменическое направление? Ну, во-первых, кто к нему, кто к нему, кого можно к нему отнести? Сюда относятся к этому направлению как ряд наших просто мыслителей, философов, так и богословов. Прежде всего, с полной, надо сказать, определенностью эту точку зрения, которую мы называем экуменической, высказал Владимир Сергеевич Соловьев. Эту точку зрения защищал Бердяев. Ее богословски обосновывал протеерей Павел Светлов. Это киевский профессор. Карташов. Вам известный историк и профессор Парижского Погословского института. Отчасти можно взять и Булгакова, хотя Булгакова я должен вам сказать. Вот он умный очень человек, но он поражает. Знаете, чем? Вот своими мощными колебаниями из одной страны в другую. Причем каждый раз он очень, так сказать, я бы сказал, сильно и, кажется, аргументированно защищает свою позицию. Но колебания у него очень сильные были. Поэтому в отношении Булгакова его можно отнести и к этой стране, и к другой. Но вот эти вот названные, да, Николай Афанасьев тоже самое относится к этой плеяде. Вот. В чем сущность этого взгляда? Эта точка зрения по существу совпадает с концепцией неримских западных христианских воззрений на природу церкви и на границы церкви. Эта концепция вот сейчас в 20 веке была продемонстрирована не только с полной ясностью и убедительностью, но и с большой напористостью, буквально с требованием признать ее. В чем ее сущность? экуменический взгляд на границы церкви таков, поскольку церковь одна и едина, и не может быть двух церквей. А, кстати, этот тезис во всех точках зрения является основополагающим. Ну, а вот в данном случае делается такой вывод. Следовательно, все исповедания, неважно под каким названием они, католики, православные, протестанты разных направлений, все христианские исповедания, в которых остается исповедание Иисуса Христа как Бога и Спасителя. И в начале это было очень важно, исповедание Святой Троицы, хотя сейчас скажу вам, идёт очень большое затушевывание даже этого догмата, хотя, кажется, они взаимосвязаны. Так вот, где есть исповедание Иисуса Христа как Бога и Спасителя, где есть принятие Библии как Божественного Откровения, так, где это есть, там данное общество является Церковью. Какой Церковью? Единой Святой Соборной Апостольской. В данном случае представляет собой нечто иное, как только одно из поместных явлений со своим своеобразием, своеобразием культа, даже вероучения, дисциплины, то есть, если хотите, можно сказать, всех форм в жизни церковной. Любая из них является Церковью. Так же, как говорит православие, например, что любая из поместных Церквей является Церковью. Так же, как католическая Церковь утверждает, что она есть Церковь во всех своих поместных образованиях. Вот, что говорит экубенический взгляд. в диалогах, в которых приходилось участвовать, очень, очень нередко, нередко мы слышали прямой вопрос к нам со стороны протестантов, прямой вопрос. Мы вас, Русскую Церковь или Православную Церковь, признаем за Церковь. Мы признаем за Церковь. Вы нас признаете за Церковь или нет? Или вы в своей гордыне уже никого не считаете Церковью, кроме самих себя? Правда, такого слова прямого не было сказано в гордыне, но это подтекст именно был таков. Мы вас признаем, почему вы не признаете? И нельзя было даже ответить таким образом, но если вы признаете, тогда и входите в Церковь. В чем же дело? Тогда принимайте Православие. нельзя было ответить по очень простой причине, что они-то считают и убеждены, что они тоже есть Церковь, никуда не надо входить. Они уже в ней находятся. Этот экуменический взгляд, он порождает и соответствующие следствия, какого же рода. Вот эта экуменическая идея, идея о воссоединении всех церквей предлагает это воссоединение осуществить на каком поле. Речь должна идти не о каком-то согласовании или выяснении вероучительных особенностей и прочих вещей церковной жизни. Речь должна идти совсем о другом. Совсем о другом. О чем же? Об осознании того, осознании того, что все мы есть одна церковь. Так? О преодолении это, знаете ли, упрямство архиереев и несогласие строптивости богословов. Так? О преодолении этого. И, наконец, как результат всего этого должно быть заявление или объявление о том, что мы понимаем, что мы все составляем одну церковь и соединиться всем в одной евхаристической чаше. Вот икуменический взгляд. Кстати, вот я вам сказал, что Булгаку у него такие вот сильные колебания были. И в качестве иллюстрации я вам приведу. На первой всемирной экуменической конференции по вопросам веры и устройства в 1927 году в Лозанне Булгаков, тогда эмигрант, естественно, предложил доклад. Очень серьезный доклад. Ну, можете представить, какой можно написать доклад протеерей Сергий Булгаков. Даже можно голову сломать, если человек не имеет тренировки. О Божьей Матери. Протестанты смотрели на него с изумлением и не понимали, что он хочет сказать. И вообще, зачем все это? Но это ладно. Это ладно. В общем, они уж проглотили эту горькую пилюлю, ну и сказали, ладно, ну, человек сошел с ума, ну, пожалуйста, пусть поговорит. Дело не в этом. Дело в другом, гораздо в худшем. Не кто-нибудь, а Булгаков протеерей предложил на этой конференции всем собравшимся, а там были протестанты разных направлений, англикане, старокатолики. Так? Он предложил всем собравшимся вместе причаститься. Правда, кто должен служить литургией, вот я не помню, говорил ли он или нет. Православную литургию или какую-то англиканскую литургию, я не помню, но предложил всем причаститься. И самое поразительное, я думаю, это поразительное, и сейчас кусают локоток, конечно, против этого восстали старокатолики. Еще в то время они были очень близки к православию. Очень близки. Старокатолики восстали против этого и сказали, они ни за что не согласятся на это, чтобы причаться с какими-то там лютеранами, реформатами и так далее. Булгаков это предлагал. Его взгляды в то время носили очень странный характер. Я вам процитирую его. господствующая формула относительно соединения церквей гласит, общение таинств, то есть единение в таинственной жизни, должно иметь для себя условие предварительное догматическое соглашение. Но так ли бесспорно это мнимая аксиома, вы слышите, которая никогда не проверялась. Здесь на одной чаше мы имеем различие некоторых христианских догматов и богословских мнений, веками сложившиеся и закрепившиеся отчуждения и соперничества, но на другой единство таинственной жизни и, прежде всего, трапезы Господней. Почему же считается необходимым предварительное согласие во мнениях, вы слышите, не в веру учения, он называет это мнение? Это церковное учение он называет мнениями. Почему же необходимо предварительное согласие во мнениях, а не наоборот? Не в единстве ли таинства надо искать преодоление ереси учений через преодоление ереси жизни, каково является разделением? Сильный высказник, конечно. Вероучение рассматривается им как мнение. В чем вероучение, еще раз, вероучение церковное. Это же не мнение какого-то богослова, которого каждый может занести куда угодно. Вероучение. Вы знаете, почему он так остро реагирует? Потому что с самого начала, надо сказать, когда еще патриарх Тихон благословил участие в этом движении, сам собор всероссийский, создал даже комиссии, мы об этом с вами будем говорить, комиссии по диалогу с англиканами и старокатоликами и благословил вот это участие в общехристианском диалоге по достижению единства. Так? Всюду мы видим предварительным условием единения всегда являлось незыблемое требованию согласия в основах христианского вероучения. Вот. Без согласия в вере о каком можно говорить согласии в таинствах? Как можно отрывать второе от первого? Более того, скажу вам, это очень грубая ошибка. Помните, по-моему, я вам говорил же, что такое единение в чаше, в трапезе Господней, как он говорит, без заключения союза веры, согласия веры. Вы, наверное, помните, что я говорил. Трапеза, евхаристия объединяет людей в единое тело христиан, верующих, в единое тело. Объединяет. Что еще объединяет в единое тело? Брак. Как мы называем это объединение, когда ему не предшествует заключение брака? Любят друг друга? Да, конечно. Как мы называем прежде заключения брака, то есть союза? Знаем, как. К этому, к этому призывает. В Евхаристии то же самое происходит, только еще, если хотите, на более высоком уровне, на духовном уровне, религиозном уровне. Поэтому я вам скажу, что интеркоммунион, которым призывал Булгаков, это есть не что иное, как проповедь духовного блуда. Конечно, он не понимал этого. Этого не понимал сейчас кардинал Гусар, который призывает уже на Украине создать единую христианскую церковь через объединение в единой чаше. Призывает прям к единому богослужению, совместному богослужению, совместному совершению Евхаристии. Вы понимаете, до чего дошли? Не понимают таких элементарных вещей. Кстати, я уверен, что вот это развращение, которое сейчас широчайшим потоком имеет место на Западе и на Востоке, конечно, оно обусловлено вот этой духовной развращенностью, по которой пошли христиане. Вот этот интеркоммунион, то есть единение в чаши Господней, это есть не что иное, как свальный грех. Вот. Другим словом, не назвать. Булгаков не понимал этого. По крайней мере, в данный момент. Этого, кстати, не понимают вот эти экуминисты, эти западные христиане, которые многие католики. Я вам говорю, это католики сейчас? Вот, я же участвовал на конференции, где епископы католические прямо настаивали на том, на необходимости начать нам на приходском уровне совместное совершение литургии и причечение. Понимаете? На чём настаивают? Это, знаете, мне кажется, это всё равно, что вот когда какие-то развратные женщины настаивают на необходимости. Тоже здесь это происходит. Неужели они не понимают этого? Апостол Павел же пишет, совокупляющийся с блудницей одно тело становится блудницей. Прежде заключений брака, союза этого, как же можно вступать в единение? И этого, видите ли, не понимают люди. До чего дойти? Продолжение следует...